Прежде чем об этом говорить, нужно нам небольшие ввести такие ограничения терминологические. Во-первых, что такое лекарство? Лекарствами называют... Не рисуйте в пенте. Я не буду рисовать в пенте сегодня, Макелла. Я не буду рисовать в пенте. Я не планировал, по крайней мере. Пока я буду говорить, я буду пытаться продолжать вывести на экран, значит, окошко, которое нам нужно. Поэтому не смотрите на меня, что я тут буду копаться в компьютере. Я с вами. Вот. Вы меня сбили. Вы меня сбили. Лекарства, да, лекарства. Привет, привет, Газбейк. Вот, наверное, так. Нет, не работает. Лекарства это некоторое вещество, которое призвано вылечить больного человека. Вот эту, пожалуйста, формулировку очень хорошо запомните и усвоите. Лекарства для того, чтобы вылечить. Поэтому здоровые люди лекарства обычно не употребляют. Это очень важно. Здоровые люди могут употреблять, что? Витаминки. Различные какие-то БАДы. Там, не знаю, гематогенку. То есть, что-то, что может продаваться в аптеке, но при этом не является лекарством как таковым. Поэтому мы будем это все очень тщательно разграничивать. Так. Почему он не показывает? Загадка. Загадка. Вот. Ну, Пэнджи показывает, а это не показывает. Странно? Странно. Ну, ладно. Ладно. И здесь необходимо сказать вот о чем. Когда заходит речь о флумицинах всяческих, ну, для широкой аудитории поясню, хотя, наверное, для собравшихся здесь не стоит этого делать, наверное, все и так понимают, что лекарства, о которых ведут речь в этой ситуации, являются больше плацебо, чем подделкой. Хотя, очень часто употребляют слова подделка. Давайте разграничим все-таки. Подделка это лекарство или подобие лекарства, которое не обладает свойствами оригинала. То есть, она может отличаться по составу, нести больше или меньше действующего вещества, отличаться по, значит, условиям изготовления. Ну, в общем, в любом случае, не иметь сертифицированности той, которую имеет оригинальный продукт. Я думаю, все это прекрасно понимают. А вот плацебо, плацебо, я, кстати, даже зачитаю, пожалуй, определение, чтобы не быть голословным. Прямо давайте сходу наберем. Плацебо. Только не группа плацебо. Да. Так, буквально буду угоден, понравлюсь, прямо из википедии читаю. Вещество без явных лечебных свойств, используемое в качестве лекарственного средства, лечебный эффект которого связан с верой самого пациента в действенность препарата. Иногда капсулу или таблетку с плацебо называют пустышкой. В качестве вещества для плацебо часто используют лактозу. Вот. Часто используют лактозу. То есть человек не знает, что там ничего нет, но ему сказали, что вот эта вещь тебя вылечит. И вера его в это, как молитва, как заряженная вода, позволяет ему обрести исцеление. Избавиться от недуга, от хвори. Так вот, первым препаратом, про который я сегодня хотел бы с вами поговорить, и вообще научить вас определять настоящее лекарство и плацебо, повторюсь, не подделку, а именно плацебо, на простых примерах. То есть, возьмем, к примеру, очень популярное в последнее время, да хотя даже не в последнее время, а вообще, экран черный, да, я знаю, я знаю, что экран черный, все в порядке, так задумано. Пока еще ничего не собираюсь вам показывать. Лекарство под названием Арбидол. Арбидол. Помните, может быть, эту прекрасную, замечательную вещь, которую пихали везде и всюду, и она просто-напросто была на всех телеэкранах, на всех билбордах и так далее. И мы хотим выяснить, эффективно ли оно, потому что, встречая в интернете, вдруг какой-то там обзор, типа вот этого, да, где какой-то очень умный дядька, ну не типа меня, конечно, а реально какой-то умный дядька, красивый такой весь, значит, ученый, весь такой из себя профессор, говорит, подожди про Кагоцел, подожди, сейчас дойдем до всего. Говорит, что Арбидол, это, значит, фигня, он не работает. А как же не работает, если вчера нам, наш действительно участковый педиатр, выписал его. Ну как выписал? Написал на бумажке и сказал, пойди в аптеку и купи. Про бумажки и рецепты я потом отдельно поговорю. В конце, думаю, время останется, хотя кто у нас его отнимет. Арбидол. Что мы хотим выяснить в первую очередь? Значит, берем, переключаюсь, вбиваем в гугле Арбидол. Клинические испытания. Поясняю. Клинические испытания, да, я даже уже сегодня в Википедию заходил по этому поводу. Клинические испытания это исследование лекарственного средства, которое в дальнейшем поступит в продажу с целью установления его реальной эффективности. Клинические испытания должны проводиться рандомизируемым двойным слепым методом с использованием большой выборки пациентов. Причем, принципиально важно пациентов, исследование должно производиться, а точнее испытание должно производиться ин виво, то есть в живом организме, в том, в котором оно будет, собственно говоря, действовать, когда вы его купите в аптеке. Потому что иногда есть такие вещества, которые, ну дайте дойдем еще, убивают бактерии в чашке Петри, а в человеке не убивают, например, потому что разрушаются. Это какое же это лекарство? А его пихают как лекарство. Ну, допустим, допустим, в Википедию заходим, читаем Арбидол, торговая марка наименовании препарата Умифенавир, товарный знак Арбидол 2006 года, компании Марслек, бла-бла-бла, бла-бла-бла и так далее. Считаем какая-то ересь непонятная, ну, в общем, фиг с ним, фиг с ним. Вбиваем. Заходим на Clinical Trails или на любую другую, в любую другую очень серьезную какую-нибудь сайт, типа PubMed или фармакопея и пытаемся найти информацию. Но если для нас это сложно, поступаем еще проще. Берем вот такую книжку. Брошюра любого фармацевта. Вот она. Называется «Справочник Машковского». Издание 16. Ну, точнее, лекарственные средства под редакцией Машковского. Но его все называют «Справочник Машковского», что, в принципе, совершенно ни на что не влияет. Издание 16 в данном случае, это 2010 год. С тех пор, по-моему, вышло еще 17. Но, хотя в фармакологии за, боже мой, за 7 лет, которые прошли с момента издания этой книги, много изменилось. Но, в принципе, он остается достаточно актуальным и все, что нам нужно, мы можем узнать. Открываем указатель алфавитный и ищем, что нам нужно. Правильно, орбидол. Открываем букву А. Не важно, по-латыни, по-русски. Давайте по-русски, чтобы было все понятнее. Листаем до буковки А. Кстати, он же есть в интернете, если не ошибаюсь. 15-е издание. Можно его найти вполне спокойно. И ищем. И ищем. АР. Буква Р после чего идет. АР. Тихо. Тихо. Масоны. Да е-мое. Вот, орбидол 891. Идем на страничку. 891. И читаем. И читаем. Оригинальный отечественный препарат. Назначают в качестве профилактического лечебного средства при гриппе, вызванном вирусами гриппа типа А и Б, а также при острых респираторных заболеваниях. Имеются данные о применении орбидола для профилактики инфекционных послеоперационных осложнений по 0,2 грамма взрослым в течение двух дней до операции, затем со второго по пятый день после операции. То есть у Машковского не указана однозначная эффективность этого препарата. Здесь указаны практически все лекарственные средства. В таком случае, что мы делаем? Что мы делаем? Сейчас, секундочку. Я кое-что проверю. Я кое-что проверю. Да, извините, просто я потерял. Я потерял. Ребята, я потерял. А, да. Вот, нашел. Сейчас я вам зачитаю одну вещь из Esquire. Это журнал такой. Они написали в 59 номере статью под названием «Палков колеса», посвященной неэффективным потенциально вредным лекарствам. А поскольку туда попал орбидол, в ОАО «Фармстандарт» поднялось бурление, которое выплеснулось на редакцию. Фармстандарт написал «Орбидол не является иммуномодулятором, как вы указали, а является противовирусным препаратом, что прямо указано в инструкции по медицинскому применению препарата». На что отверждают все, у меня совсем уже заклинило. На что возражение происходит. Происходит возражение. Но ведь он зарегистрирован как иммуномодуляторы. Потому что если вбить в справочник регистр лекарственных средств России, он дает эту категорию иммуномодуляторы. У Машковского тоже. В разделе индуктора интерферона. Прочие синтетические противовирусные средства. То есть и то, и другое. И регистрировался он как противовирусное и иммуностимулирующее средство. То есть сами ребята не знают вообще, что же они выпускали. В базе данных Медлайн 1964 года содержится 4 публикации, посвященные испытаниям орбидола. Две из них в 2008 год описывают исследования Колобухиной. В трех группах по 100 человек, согласно которым иммуномодулятор Виферон оказался эффективнее орбидола. Бла-бла-бла-бла-бла. В международной медицинской базе данных Медлайн, отвечает Фармстандарт, содержится более 55 ссылок на абстракты статей, посвященных исследованию орбидола. Из них 38 абстрактов статей о доклиническом изучении орбидола. Из 17 абстрактов о клиническом изучении орбидола. Но в общем, ни одна из них не касается испытаний действенности препарата. Там только сравнение действенности некоторых лекарств указывается. А полноценное использование этих средств для клинических испытаний не проводится. В общем, я сделаю проще. Я покажу вам вот такую вещь, чтобы нам с вами дальше было о чем говорить. Я покажу вам вот такую вещь. Называется резолюция заседания Президиума Формулярного Комитета Российской Академии Медицинских Наук от 16 марта 2007 года. Они специально собирались, чтобы рассмотреть вот такую вещь. Я зачитаю. Следует признать критическую ситуацию, сложившуюся в сфере обеспечения льготных категорий граждан лекарственными средствами. Имеет место значительный дефицит бюджетных средств, выделенных на программу в 2007 году. Отказ льготников от получения лекарств и предпочтение ими денежных компенсаций. Наличие в перечне большого числа неэффективных препаратов. Клиника экономическая несостоятельность перечня. Предлагает. Немедленное изъятие с перечень лекарственных средств, по которым осуществляется лекарственное обеспечение в программе ДЛО, устаревшие препараты с недоказанной эффективностью. Церебролизин, триметазидин, хондроэтиносульфат, винпоцетин, пироцетам, финотропил, орбидол, ремонтодин, валидол, инозин, волокардин и другие, в том числе отпускаемые без рецепта. То есть Российская Академия Меднаук, в которой, конечно же, очень много товарищей, которые не всегда честны, за ними много косяков и всего прочего. Но при всем при этом, все-таки сама Академия целиком, она является единственным средством, в которое можно еще обратиться. Да, валидол. Я поясню, почему валидол. Дело в том, что, нет, понимаете, валидол, он состоит из ментола. Ментол это производная мятоперечной. Очень хороший такой местный раздражающий элемент, химическое вещество, ментол. Оно хорошо для местного раздражения. То есть, если, например, нужно сосудики привести в тонус где-то локально, то очень хорошо подходит натереть ментолом какой-то конкретный участок кожи, тела и так далее. Но, когда у тебя сердечный приступ, а ты вместо того, чтобы съесть нитроглицерин, кидаешь под язык освежающую дыхание таблетку, а потом удивляешься, что твой труп увозят в катафалке. Ну, я не знаю, кем нужно быть, чтобы вот это вот пускать. То есть, валидол, да, валидол это, ну, валидол. Таблетка для освежения дыхания. Почему мы решили, что при сублингвальном приеме она каким-то образом влияет на сердце? Ну, я не знаю. Есть нитроглицерин, который нужно в этом случае принимать сразу же. Ремонтодин? Ремонтодин, да, но про него мы сегодня говорить, пожалуй, не будем. Я в рамках другого лекарства про него скажу. Хорошо? Дальше. Дальше. Следующее. Следующее. Ремонтодином не надо упарываться ремонтодином. Хватит думать про всякие упоротые штуки. Блин, ты меня пугать начинаешь. Нам еще целый семестр как-то уживаться. Вы болеете гриппом или простудой без афлубина? 7 дней с афлубином в 2 раза меньше. Вы не болеете, если применяете афлубин для профилактики. Я думаю, все помнят прекрасно эти слова. Привет, феникс протектор. Пробовал носить шапочку, из фольги долго не смог. Очень жарко. Вентиляцию шапочки. Очень жарко, ты прав. Поэтому я ее сделал такую коротенькую. Ну, то есть не закрывающую низко. Первая модель была подлиннее. В ней было безумно жарко. Я просто походил 2 минуты и чуть не умер. Здесь, ну, волосы немножко приподнимают. Поэтому она так сама проветривается. А если плотно прилегает, да, конечно, нужно дырочки обязательно сверлить. Причем можно сзади, где их не видно, и там будет вот их циркулировать. Афлубин. Афлубин. Открываем. Открываем. Ну, это я просто там сейчас рассказываю, что мы должны сделать, если мы подозреваем какое-то лекарство в его нечистоплотности, недобросовестности и так далее. И хотим узнать, как с этим бороться и как вообще подозрительное назначенное нам лекарство проверить. Вот. Проверяем. Афлубин. Смотрим, какое действующее вещество. Действующее вещество... Тут как-то странно указано. Ну, давайте Вики. Да, блин. Вики. Какой Вики-Мец? Как... Как... Как это называется-то? Ксантионоксидаза. А где я это искал-то? Я что-то вообще не то, походу, чекал. Слава Украине? Там было написано Слава Украине? О чем вы? О чем вы? О чем вы? Лол. Что вы говорите такое? Ладно, просто Афлубин. Что-то, ребят, я затупил, запутался. Харьков. А, это Украина. Ну, в общем, ладно. Читаем. 50 миллилитров, 184 гривны. Сколько сейчас гривны я понятия не имею? Раньше была, по-моему, 4 рубля. В общем, дорогая, дорогая штука. И первое же. Комплексное гомеопатическое средство Афлубин. Гомеопатическое. Гомеопатическое. Скептически морщимся, лезем в Машковского. Открываем. Ищем слово. Какое слово? Правильно. Афлубин. Нас травит лекарственная. Лекарственная мафия? Нет, Феникс Протектор. Нас мафия лекарственная не травит лекарственная. Нас, хорошие люди, под названием Всемирная Организация Здравоохранения, пытаются вылечить неразумных. А мы, вместо того, чтобы использовать нормальные лекарства, пичкаем в себя всякое плацебо и гомеопатию. А потом удивляемся, почему мы внезапно умираем. Не дожив до своих 150 лет. Верьте, не верьте, но вот смотрите сами. Не знаю, видно будет, не видно. Надеюсь, видно. Как-то так, вот тут буква А, над моим пальцем там, нет никакого афлубина. Вообще. То есть, в Амашковском его нет. Значит, просто можно на это внимание не обращать. И сами авторы пишут, что это гомеопатическое. Я поясняю, что такое гомеопатическое. Есть среди людей, некоторых особо одаренных интеллектом, мнение, что любое вещество в сверхмалых дозах может оказывать лечебное действие. То есть, к примеру, какой-то яд, например, есть, да? Ну вот. Закладка даже есть. Активное вещество в флубине, да? Аконитум наполюс. Что такое аконитум наполюс? Для всех это странное какое-то латинское название, способное призвать дьявола. Но не для нас с вами. Мы-то знаем, что это борец клубочковый, извините. Клубочковый. Я думал, клубочковый, честно говоря. Только сейчас понял. Но всю жизнь называл его аконит синий. То есть, это лекарственное... Извините, это растение все прекрасно знают. Аконит растет в нашей средней полосе вполне себе неплохо. Севернее даже. Но безумно ядовит. Если вот такую штуку найдете где-нибудь в поле, он похож на люпин. Из-за этого его очень часто путают люди и умирают в страшных муках. Вот он такой симпатичный, этот аконит. Но ни в коем случае срывать его и трогать даже нельзя. Почему? Потому что он содержит очень серьезные алкалоиды. Детерпеновое. В том числе аконитин. И поэтому даже в народной медицине его не использовали. Как говорит нам даже Википедия. Но гомеопаты продолжают его использовать. Этот яд в ничтожно малых дозах утверждают, что он способен творить чудесные превращения с человеком. В частности, какое еще раз действие у этого препарата должно быть? Антивирусное, это там говорилось. А, противовоспалительное, иммуномодулирующее, жаропонижающее, дезинтоксикационное и, скорее всего, дающее силу земли. Но я не уверен. То есть, они утверждают, что этот яд в небольших количествах дает нам всевозможные ништяки. И это все продвигается реально по телевизору. То есть, люди в это верят, покупают, говорят, вот лекарство пошел, купил в аптеку. И врачи выписывают их. То есть, у них есть реальные договора с аптеками. Но чем больше к ним придет в аптеке с фамилией этого врача, на рецепте указано тем, значит, больше от этого лекарственного средства отчислено. Но я думаю, это для никого не секрет, все логично. И бывают такие договоренности. В принципе, в этом ничего плохого нет. Если врач назначает хорошие препараты. Ну, может быть, там на 10 рублей подороже, чем аналог. Ну, пусть на 50. Но все хотят заработать. Главное, что пациенты вылечатся. А если врач прописывает афлубин, то, извините, это не врач. Китайцы верят, что если кушать медвежий лап, шишка тверже будет. Ну, насчет медвежьих лап не знаю. Но какая-то была тоже передача по Первому каналу. Там они китайскую народную медицину обозревали, по-моему, в прошлый выходной. И там серьезно у них так все развито. Народная медицина, в смысле. Или я сказал, не помню. Вот. Та была хорошая передача. Та была хорошая передача. Этанол, да. Этанол, куда же без этанола. 43%. То есть, ну, как боярышник. Или там побольше. Я, честно говоря, не знаю. Боярышник ни разу не пил. Только Витасепт, Космо Плюс с витамином Е. Вот. Идем, значит, дальше. Идем дальше. Дальше у нас... Следующий препарат. Это... Ну, давайте, что ли... Давайте, что ли... Эм... Так. А теларон тут при чем? Так, теларон... Каким является? Каким является? Как-то же известное было... Известное лекарство. И там теларон использовали. Терапия, иммуномодуляция. М-м-м... М-м-м... Ребят, извините. Техническая, техническая. Проблема. Я тупо забыл, что это за лекарство, в котором... Главным действующим веществом является теларон. Эм... Всем известно. Меня реально... Заклинило. Сейчас, секундочку. Я просто могу в тот же гугл это вбить. И все... И все вам рассказать. О нем. Теларон. Есть вещество иммуномодулирующее действие. Ингибирует футы. А, господи, боже мой. Наш любимый. Кто? Правильно. Амиксин. Амиксин. Всем известный противовирусный препарат. Сразу же открываем Машковского. Я уж не буду книжку таскать по всему столу. КЛМЭ. Амикоцина. Сульфат. Амикин. Амиклон. Амиксид. Амиксин. Есть такое вещество. В Машковском. Страница 890. Открываем. И читаем. И читаем. Где он, господи? Ах да. Вот же он. Ну, в общем, проамиксин здесь вот. Вот. Ровно 7 строчек. Проамиксин сбоку формула. Одним из первых соединений, чья способность индуцировать выработку интерферона была доказана, является теларон. Или 2,7B с 2,9 ламины токси, флуорен, 9 он. После открытия его эффектов, теларон долгое время использовался только в экспериментальной практике. Однако, в последнее время был выпущен содержащий теларон, противовирусный препарат Амиксин. Заметьте, ни слова про его реальную эффективность. Исследование, о котором говорится, есть в него ссылочка, 72-й год. Гидрохлорид теларона при оральном применении, усиливая, значит, выработку интерферона. Утверждалось в том исследовании. В некоторых обзорах говорится, что его эффективность была никем не доказана уже долгое время. Ну, что делаем? Мы открываем, мы открываем. Пубмет. Да? Самый такой серьезный сайт. И вбиваем два слова. Теларон рандомайз. То есть, рандомизированное исследование теларона. И вау! Что же мы видим? С тех пор, как писалась книжка Машковского, вышло аж целых три! И аж целых три обзора на теларон. Вы представляете? Так может быть, может быть, амиксин-то работает? Господи, боже ж ты мой! Открываем последнюю. Читаем. Кстати, я представлю результаты исследования, бла-бла-бла. 60 женщин с хроническим циститом от 20 до 80 лет. Нас сразу должно настораживать что? 60 женщин и такой огромный разброс. То есть, явно. 60 женщин, 2 группы, да? По 30 пациентов. Одна с плацебо, другая с амиксином. Ну, то есть, с телароном. То есть, 30 человек, на которых испытывают лекарства, это не группа. Тысяча человек, это группа. 30, это не группа. Ладно, бог с ним. Хотя бы почитаем статью. Ну, я нашел ее на русском языке. Правда, не сразу далеко. Далеко не сразу. И... И... А, вот он, да. Вот он. Вот, знаете, статейка. В общем, зачитаю только пару вещей отсюда. Объекты исследования, как все проводилось, рандомизация, сбор, значит, у них анамнеза, анализы. Все, в принципе, по науке. Все очень здорово, все очень хорошо. Класс. Но... Я-то думал, что это проплаченная статья, а они реально выясняли. Вот в чем дело. Клиническая оценка в процессе лечения показала, что достоверного различия в изменении симптоматики между группами обнаружить не удалось. Динамика изменений имела сходный характер. Далее. Далее. Тут что-то про телимфоциты было, значит, что они каким-то образом там бла-бла-бла. Но самое-то главное, это был антивирус, который стимулирует выработку антител. Читаем. Достоверных изменений в состоянии гуморального иммунитета, который мы оценивали по содержанию в крови трех основных классов иммуноглобулинов М, Г и А. Не получено. Все. Вот я просто обучаю вас, как в будущем, самим оценить эффективность лекарств. То есть вы просто-напросто... Я не знаю. Вот все умеют, наверное, пользоваться интернетом, но только почему-то люди до сих пор покупают Амиксин. До сих пор покупают Орбидол и Афлубин. Ребята, почему это происходит? Почему вы не остановите своих старших товарищей, которые не умеют пользоваться интернетом? Это же нет ничего проще. То есть я при вас... Ну хорошо, у меня были открыты эти страницы уже. Но это делается за три минуты. Ну и еще две... То, чтобы прочесть статью. Пять минут. Мы видим, что Амиксин это просто вранье. Точнее, его эффективность. Почему это так сложно? Почему вас пугают такие сайты, как PubMed? Или... Я не знаю... Медвестник тот же самый. Хотя это, конечно, та еще тоже ересь. Но да ладно. Да, братишка, я знаю. Я знаю, я знаю Николай. Все, все... Все за БСС. Но женщины, да, страдали. Потом их вылечили нормальными средствами. Наверняка. Но они подписали. Все были согласны на это. Поэтому не переживайте. Причем Стрельцова, вот это вот я потом пробил ее. Уважаемый такой ученый. Не фуфлыжница вроде как. У нее серьезные статьи в серьезных журналах. То есть... Ну, она даже... Если бы это было проплачено исследование конкурентами Амиксина. Ну, тех, кто выпускает Амиксин. Ну, я не думаю, что она взялась за это. То есть, это опять чеченник Расселу. То есть... А докажи, что он неэффективен. Мне говорят некоторые. Я говорю, ну, блин. Ну... И слов нет. Я общаться не хочу просто с такими людьми. ТНН, да. ТНН. Аминь. Аминь. Ну, просто для примера еще пару препаратов, например, рассмотрим. Для примера, например. Ну, вы поняли. Что-то я хотел вам показать какие-то... А, ну, давайте Кагоцел. Ваш любимый Кагоцел, раз вы так хотели. Кагоцел. Так. Где-то у меня была тоже закладочка к нему. Кагоцел. Кагоцел. Объемы продаж Кагоцел оцениваются более чем в 2,5 миллиарда рублей. Отмечается крайне активный маркетинг препарата. Как среди населения, так и среди медперсонала. В частности, продвижением препарата занималась Татьяна Голикова. Во время нахождения на должности федерального министра здравоохранения. Между прочим, если вы не знаете, такая Татьяна Голикова. Кагоцел неоднократно включался в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов. Понятно. Но при этом, единственные клинические испытания Кагоцела проводились в 2000-2003 годах. Ни гриппа РАМН в Санкт-Петербурге. Ни вирусологии имени Ивановского в Москве. И в военно-медицинской академии Кирова. В исследованиях приняли участие 1100 пациентов. Были проведены рандомизированные слепые плацебо-контролируемые многоцентровые исследования терапевтической эффективности препарата. Однако, эти исследования проведены с несоблюдением современных норм и на малой выборке для создания достоверного вывода. Так, при исследовании на детях были 3 группы, всего по 50-60 человек. И не забывайте, что те 1100 пациентов были кто? Все военно-служащие и лица с психическими заболеваниями, на которых провести это неправить нельзя. Так что вот так. А ура, то мне знакомые его долбили, не могут говорить никак, не верили, что это фуфло. В смысле ура, а ты сомневался, что это фуфло, а теперь уверен в этом? Ну даешь, ну даешь. Ну в общем, понятно, да? И механизм, с помощью которого КГЦЛ мог бы влиять на выработку интерферонов, неизвестен. То есть, такого исследования не проводилось. Не надо, не надо есть КГЦЛ. А самое интересное, что в 2009 году КГЦЛ в комбинации с орбидолом предлагался в качестве одного из средств лечения взрослых больных средне-тяжелыми и тяжелыми формами гриппа, вызванного вирусом типа AH1N1, в письме Минздравства соцразвития РФ с временными методическими рекомендациями для профилактики лечения данного типа гриппа. То есть, понятно все, что министр здравоохранения федеральный решил немножко нажиться и почему бы не порекомендовать. Понять в чем дело, он-то плацебо, он не работает. Ну ты качешь тогда, думаешь, что теперь что-то изменится и они поверят, что это не фуфло? Что это фуфло? Нет, не будет такого. Нано-КГЦЛ для свиного гриппа, да, да, именно так. То есть, ну в общем вы поняли, что даже сказать мне нечего еще про эти КГЦЛ и все это остальное, остальную хрень. Но есть такая еще вещь классная, которая называется, которая называется, сейчас, полиоксидоний. Я даже забивал, видите, клинические испытания, ничего не нашел вообще. Тот же самый википедию открываем, просто википедию. Полиоксидоний, сепполимер, бла-бла-бла, российское лекарственное средство. По заявлению производителя обладает иммуностимулирующим и дезинтоксикационным действием. Входит в российский реестр ЖНВЛС, то есть жизнь необходимых лекарственных средств. И растение специальных препаратов, которые вот как раз предполагают исключение их из реестра вообще медицинского. И с рынка снять их предлагается. В общем, вкратце, пересказывая любую из статей, которые здесь можно найти, что такое полиоксидоний, никто не знает. И естественно, в Машковском его тоже нет. То есть как он должен работать, вообще непонятно. И почему это вот это вот вещество, оно должно сработать как иммуномодулятор какой-то. Почему оно должно помогать людям? Совершенно непонятно никому. В том числе и мне. В том числе и мне. Есть еще, есть еще такие вещи, но я не буду там говорить про разные там ациллококцину, про всякие там похожие вещества. Там написано, что это гомеопатические препараты. И думать ничего не надо. То есть вы покупаете то, что вам продают. Вас же не заставляют покупать правильно. Вы купили, значит вы лох. Ну и что ж, ну ладно, с кем не бывает. Теперь перейдем к еще одному очень интересному препарату. И его разные там вариации. Это интерферон. Для тех, кто не знает, я поясню. Я поясню. Интерфероны вообще в целом, это антитела. Интерфероны это молекулы такие особые, которые обладают противоопухолевой, противовирусной активностью в нашем организме. Они бывают нескольких типов. Самый такой распространенный это альфа-интерферон. И они, в общем-то, очень эффективно способствуют противостоянию инфекции вирусной. Так вот, если мы вобьем интерферон в интернет, в гугл, то общими защитными функциями... Да, наверное, все правильно описано. Правильно, правильно, правильно. Здесь все правильно. Про лекарства где? Вот. Смотрите. Сразу же пишут, что есть способы получения, что рекомендатные интерфероны генно-конструированные существуют, их выращивают с помощью бактерий. Все это очень здорово, все это классно. И выпускается всем известный гриппферон, и менее известный назоферон, генферон, лаферон, и такая вещь, которую практически никто не видит, она в ампулах, это, собственно говоря, интерферон. Рекомендуется лечить, рекомендуется, значит, все это делать. Вон даже в школе доктора Комаровского, видимо, какой-то был выпуск, посвященный интерферону. Но сейчас я вам покажу, покажу страшную вещь. Сейчас, подождите секундочку. Подождите секундочку. Сейчас, сейчас, ребят, сейчас. Я просто так не могу. Я боюсь. Что у меня есть, покажу. Смотрите. Тот самый, тот самый, тот самый легендарный, человеческий, лейкоцитарный, рекомендуетный интерферон. Вот он. Та самая ампула. Два миллилитра объема. Дата выпуска 11-12. Годен до 12-14. Просрочен. Но не менее опасен. Не менее опасен. К чему я все это? Вы, наверное, заметили, что он скрытый и початый. Почему? Почему? Потому что я им лечусь. Да, я им лечусь. Поясню, в чем тут дело. Почему его часто включают в расстрельный список препаратов. Объясняю. Действительно, интерфероны являются очень эффективным средством для защиты организма от вирусных вторжений. На самом деле. Единственное, почему его хают противники интерферона это то, что он содержится в очень малой концентрации в этих всех препаратах, коплях и так далее. И единственный их аргумент в том, что он просто-напросто не стоит своих денег. Я с ними согласен. Покупать интерферон в коплях, то есть в готовых препаратах типа того же гриппферона, назоферона и так далее не очень-то логично. Потому что, к примеру, в том же самом гриппфероне в том же гриппфероне ну, сколько там 10 тысяч, да? На миллилитр. Ну, не вдаваясь в подробности, это это очень мало. Это очень мало. Мы можем намутить в этих ампулах гораздо выше концентрацию, что я, собственно говоря, и делаю. И вообще, при введении назальном очень низкая проницаемость. Но никто не мешает довести эту концентрацию до помрачительных высот и залить его себе весь в нос. Вообще, по-хорошему, в больницах, когда серьезно лечат интерфероном, эти ампулы разводят для того, чтобы примять внутривенно его. То есть, его просто колют в вену. И это нормально. Но я же себе не буду вену колоть, если я заболел гриппом. Правильно? Я лучше сделаю убойную дозу и закапываю в нос, чего и всем советую. Вместо того, чтобы жрать кучу препаратов. Вот это самое такое безобидное средство, которое и как плацебо сработает, если вы будете верить, как я, например, действительно, чуть-чуть поможет вашему организму при рино каких-то вирусах, которые здесь тоже могут скапливаться. Это гриппферон. То есть, не гриппферон, а интерферон реально здесь будет действовать. Зачем стример масочка? Да, я знал. Я знал, что меня поддержишь, бро. Вот. Собственно говоря, примерно так как дело обстоит с антивирусами. Ну, бог с ним, ладно. Другая группа препаратов, которая просто потрясающая, это про и про и биотики. До сих пор половина страны не знает, чем они отличаются. Но самое потрясающее, что я нашел, это вот эта вот вещь. Называется Линекс. Я просто, когда читал, писался от восторга, потому что настолько, извините, обосраться и выдать самим, да, в инструкции по применению свое лекарство за фуфломицин, но это надо быть талантищим, просто талантищим. Поясняю. Линекс это бактерии в капсуле, которые призваны избавить от дисбактериоза. Ну, во-первых, такого заболевания, как дисбактериоз, не существует. Это выдумки масонов и рептилоидов. А существует просто низкая концентрация бактерий в кишечнике. Ну, да, называют словом дисбактериоз, но это не заболевание. Вызвано оно бывает после лечения антибиотиками, после каких-то заболеваний сопутствующих и так далее. Не так важно, откуда оно произошло, главное, что с ним делать? Логично. Либо не трогать микрофлору, дать ей помочь восстановиться, да, либо добавить туда еще бактерии, которые там будут жить, размножаться и все будет хорошо. И мы что хотим, запихали их в капсулу, съели, ведь в итоге они доходят до кишечника и там освобождаются. Но не тут-то было. Проблема есть маленькая. Дело в том, что в среде желудка бактерии не выживают. Собственно говоря, желудок для того нам и нужен, чтобы в его кислотной среде там соляная кислота, pH около 2. Она растворяет все, она разъедает белки, разбивает их на части и убивает практически все, значит практически все бактерии. И чтобы в кишечник и потом в кровоток ничего не попало. И то есть, вы понимаете, что мы жрем бактерии, думая, что они будут в кишечнике, но мы их просто перевариваем и ни одна бактерия не доходит. Казалось бы, наверное, у них там какие-то особые капсулы. Хотелось бы в это верить. Я даже начал искать состав, то есть, извините, вещество, которое в капсуле, в оболочке, видите, метилгидро, гидроксибензат, пропилгидроксибензат, ну, это стабилизатор, желатин, титандиоксид. То есть, вот, казалось бы, они должны защищать от действия кислой среды. Я бы так и искал до вечера, до самого стрима, если бы не наткнулся случайно на кусочек инструкции. Сейчас я это найду. Вот, смотрите, пожалуйста. Детям до трех лет, пациентам, которые не могут проглотить целую капсулу, капсулу необходимо вскрыть, содержимое высыпать в ложку и смешать с небольшим количеством жидкости. Все. То есть, если употребление препарата подразумевает вот это вот, значит, авторы сами утверждают, что да, ребят, не важно, капсула, не капсула, какая разница, все равно все эти бактерии, даже если не переварятся в желудке, не работают. Поэтому нет никакой разницы, вы с капсулы съедите, без капсулы вы съедите этих бактерий. Все равно платите нам, сколько там оно стоит, было только сейчас написано, где-то 624 рубля, пропивайте, и все у вас будет в жизни хорошо. Вот так вот. Линекс. То есть, единственный способ борьбы с бактериозом, настоящий медицинский, это ректальная капсула. То есть, вот линекс бы вставить в задницу, тогда он сработает. Вот и все. То есть, неправильно они указывают способ применения. Ну, конечно, может там не те немножко бактерии, может не та дозировочка, но, по сути, работают только субпозитории ректальные, вот с такими вот, с такими вот веществами. Есть такие препараты, не буду говорить их названия, кто заболеет. И так вам пропишут, если у вас хороший врач, а если будет прописывать линекс, то меняйте врача. Или больше к нему просто не ходите. Упомяну в этот момент, что я ни в коем случае не отговариваю вас от употребления каких-то препаратов. Я просто даю вам информацию, а вы уже с ней делаете, что хотите. Я не хочу брать на себя ответственность за ваше самолечение. И не рекомендую, тем более, никакие препараты, потому что потом скажете, вот, нам посоветовали в интернете, а мы взяли и умерли. Нет, не надо, не надо. Я не врач, я не врач, тем более, не ваш лечащий врач. Я даю информацию. Вот. Это касаемо, значит, всяких различных бифидомбактеринов и прочих тоже туда же. И там даже такая концентрация маленькая, что не хватает элементарно ее, чтобы бактерии эти выросли и размножились. Но тогда спросите вы меня, как же тогда лечиться от всех этих болезней, если не, если не использовать всем привычные лекарства. Так что ли, красивое растение поставим на экран. Но, скажу я вам, лекарства, есть много хорошего других. Но если вы заболели простудой, йогурт с бифидобактериями туда же, но они очень вкусные. Если вы заболели простудой, то лечиться от нее не нужно, от простуды не лечится. Если у вас обычные симптомы, то есть, нет какой-то сверхвысокой температуры, болезни не держатся долгое время. То есть, ну обычно нормальная простуда. Если у вас иммунитет не ослаблен. Конечно, в любом случае необходимо бы показаться врачу. В любом случае. Если хороший врач, он не будет прописывать вам фуфло, он вам скажет следующее. Если он вас знает, ваш анамнез, если это ваш участковый терапевт, если он знает вашу историю болезни и все прочее. То есть, если у вас там не иммунодефицит, при котором у вас все хорошо, вроде бы небольшая температура, но небольшая, потому что вы уже умираете. Вот. Если он знает, что это не так, а это просто обычная простуда, он вам ни за что не будет назначать никакие там антивирусы, тем более антибиотики, не дай бог. Он вам скажет, что пейте горячий чай, промывайте нос с содой, больше находитесь дома, не гуляйте. Все. 3-4 дня вы выздоравливаете. Если вы будете пить афлубин, пройдут те же 3-4 дня. Кагоцелл те же 3-4 дня. Амиксин те же 3-4 дня. А может быть даже больше, если вы не будете промывать нос с содой, держать ноги в тепле в это время и пить больше воды. То есть, понимаете, в чем дело, организм должен сам справляться с такими инфекциями. Даже интерферон нежелательно применять, если у вас не вирусное заболевание, если оно бактериальное. Ну а антибиотики это совсем уже страшная вещь, потому что они убивают не только вредных бактерий, но и полезных, которых в нашем организме огромное количество. Они помогают нам жить, без них мы бы просто не смогли выжить. Они совершенно разнообразны по функциям. Есть и защитные бактерии, которые находятся на поверхности нашей кожи. Есть и бактерии, которые помогают нам в переваривании пищи и так далее. И этими антибиотиками мы их тоже убиваем, а потом мучаемся дисбактериоза, дисбаланса, микрофлора и всего такого прочего. Делать это не нужно. Антибиотики мы употребляем только когда, во-первых, их прописывает врач, потому что по-хорошему-то антибиотики в аптеках не должны продавать без рецепта. Вы реально приходите с рецептом, подписанным врачом, с печатью врача, с печатью медучреждения гербовой, и вам по этому рецепту выписывают и выдают в аптеке определенное количество антибиотиков. Разве такое у нас есть? Такого у нас нет. И по сути фармацевт, который вам их продал, отвечает за ваше здоровье после приема. Такого быть не должно, но есть. Потому что всем хочется денег. Вот. Антибиотики это серьезно. Почему? Не потому что жалко. Нет. А потому что бесконтрольное употребление населением антибиотиков повышает устойчивость бактерий к этим антибиотикам. И в следующий раз они уже могут не помочь. Причем не только вам, а вообще всему миру. И приходится новое изобретать. Просто из-за того, что какой-то Вася, извините, Петя, ну в общем, кто угодно пошел, вместо того, чтобы просто съесть малиновое варенье с чаем и закутаться в шарф, он пошел в аптеку, купил себе, не знаю, азитромицин какой-нибудь, или цифрофлоксацин, и пропил курс. И потом весь мир страдает, изобретая новые антибиотики, затрачивая миллиарды долларов на изобретение этого лекарства, потому что Вася просто не смог вытерпеть и пошел в аптеку. А мы помогли уже на эти деньги в космос слетать. Или вебку новую мне купить, не знаю. В общем, в первую очередь мы сами идиоты и сами себя из-за этого загоняем в еще большую яму. Так что с антибиотиками тоже поаккуратнее, не стоит их жрать при первой же возможности. Нужно всегда с врачами консультироваться, с интернетом хотя бы, и думать своей головой в первую очередь, когда принимаем какие-то лекарства. Но, конечно, повторяюсь, врач, врачи, еще раз врачи, если вы не разбираетесь, то к врачу. А уж там он хуже, он вряд ли сделает. Может просто не сделает никак. Вот. Но если, конечно, плохой врач, то сделает хуже. Это понятно. Вот. Это, в принципе, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать. Так, немножко сумбурно получилось. Уж извините, я пытался приготовиться. Ссылочек понаоткрывал, но как-то очень такая тема меня лично задевающая. Вот. Поэтому не получилось беспристрастно к ней отнестись. Не получилось. Уж извините. Антибиотик куют куром, потом мы едим это мясо. Ну. И что? Ну ладно. Ну, съели мы это мясо. Да там антибиотик, это очень мало остается, на самом деле. Там он разрушается в основном. Но, у нас тоже попадает, у нас тоже попадает часть какая-то, может быть, не до конца разрушенная, но в слишком малых дозах, чтобы у нас как-то подействовать. Слишком малых. Все-таки нужна дозировка определенная, высокая, чтобы он начал действовать и на наших бактерий, на вредных. То есть, там все-таки не дураки, это колют. Там все рассчитано. Если на этом мясе стоит клеймо госпроверки, значит, там содержание антибиотиков и каких-то там тяжелых металлов, вредных веществ должно быть все теоретически в норме. Так что, не переживай. Лучше съесть мясо с антибиотиками, чем с бактериями. Поверь мне. Полезу в аптечку с средствами, с правочником проверять. Кстати, да, очень интересное будет упражнение для всех, кто сегодня был на стриме. залезть в свою аптечку и проверить это лекарство, реальное это лекарство или пустышка. Таблетки разные игрушки дьявола, да? Да, игрушка дьявола. Они такой формы еще, знаете, как шайбочка. Хочется какого-нибудь постоянно запулить ей. Лечиться надо святой водой, молитвами, как мы знаем и всем прочим. Кстати, да, святая вода. Пить святой воды. Сам освещал сегодня с утра. В общем, ребят, да, если есть вопросы, задавайте. Я пока буду пытаться морально отойти от всего этого и пытаться вспомнить, потому что, по-моему, я что-то еще вам такое важное хотел сказать насчет всего этого дела, как-то все это объединить в одно, но из головы все это у меня внезапно вылетело. Из головы все это внезапно вылетело. Да, кстати, спасибо огромное, ребята, что пилите хайлайты мне, клипы, особенно пипе. Просто обожаю твои вырезки эти. Продолжать это делать, меня это очень радует. Я из них впоследствии планирую склепать такой презент для канала. Ну, конечно, если кто-нибудь сделает это за меня, это будет совсем здорово. Вот. Но, думаю, что я справлюсь. Справлюсь. вырезочки сделаю из сайн-стримов, из игровых стримов, возможно, разные ролики, чтобы можно было показывать бабушкам всяким, чтобы они подписывались на канал. И задавали вопросы в группе ВКонтакте, которые у нас аж целых, знаете, сколько человек уже? Знаете, сколько? 55 человек, ребят. 55 человек. Я нас с этим поздравляю. 54 подписчика на канале. Это очень здорово. А, про глицин. Вот. Глицин. Точно. Точно. Про глицин. Идется там. Идется там. Но то, что я хочу про глицин рассказать, это немножко не совсем то, что вы, наверное, планировали услышать. Дело в том, что глицин работает. Глицин работает. Но, как мы уже говорили, в комплексе с другими аминокислотами. Я уже показывал молтоцин, да, где есть глутаминовая кислота, да, и этот самый, цистин, который помогает ему свой эффект раскрывать. Просто люди думают, что если мы кушаем глицин, ну, действительно, гораздо полезнее съесть кусочек сахара, потому что он в мозг напрямую не проходит. Он все равно проходит в кровь, потом в печень. То есть, если мы как бы всасываем его здесь сублингвально, то все думают, что он сразу в голову. Нет, кровь все равно очищается. Просто эти вещества, они помогают ему связываться и более эффективно поступать туда, куда надо. Причем не только в мозг. Он не на мозг действует, а на нервную систему. Ну, конечно, какого-то там эффекта, как в том фильме, там, какой-то препарат Z, что ли, был. Такого эффекта, конечно же, нет. А вот касаемо пироцетамы, ситуация гораздо интереснее. Дело в том, что его изначально анонсировали как средство, общеукрепляющее нервную систему. И мы пытались бороться против болезни Альцгеймера и шимической болезни и некоторых других, связанных с деградацией нервной системы. Но здесь есть маленькая проблемка. Дело в том, что изначально он создавался с другой целью. Ноотропный препарат, он был не лекарством, а его воспринимали как лекарство. То есть ноотроп, пироцетам, например, это вещество, которое помогает ацетилхолину более эффективно связываться с рецепторами ацетилхолина. А это, как вы помните, медиатор нервной системы. Так вот, он вырабатываться не будет у больных сальцгеймером и прочими нервными заболеваниями. То есть, что мы делаем? Мы употребляем вещество, которое помогает усваивать те вещества, которые не вырабатываются у больных этой болезнью. Ну, в общем, вы поняли принцип. И надеемся на какую-то позитивную реакцию. Но, по сути, пироцетам должен работать только в том случае, если человек постоянно занят какой-то серьезной умственной деятельностью. То есть, если мы настраиваем свою нервную систему так, чтобы в ней образовывалось очень много связей, чтобы постоянно этот ацетилхолин чертов несчастный туда-сюда перехлестывался от уха к уху и при этом еще кушаем какой-нибудь там лецитин, который является предшественником ацетилхолина, тогда пироцетам будет работать и реально будет проще соображать, запоминать какие-то новые вещи и так далее. Примочки в пустой бак, да, типа того. То есть, я опять же не утверждаю на 100% эффективность пироцетама, потому что клинически он не доказан его эффективность, потому что исследовали, повторюсь, на больных и пожилых людях, которые вряд ли какие-то там изучали новые языки каждый день и так далее. Но мое субъективное личное мнение в том, что пироцетам все-таки действует. Принимать его нужно по инструкции, то есть там 800 миллиграмм, да, там три раза в день, по-моему. Начинает действовать он через пару недель и на какое-то время протяжительности он продолжает действовать. И в это время, чтобы почувствовать его эффективность, нужно заниматься трудом каким-то умственным, а не просто сидеть на месте и так вот у дивана, блин, нифига себе, что-то я умнее не стал, не работать пироцетам. Нет, попробуйте что-нибудь поизучать новое, научиться играть там, не знаю, на каком-нибудь музыкальном инструменте, выучить новый язык, выучить, я не знаю, язык программирования, стихотворение начать учить, там, писать музыку, творчеством каким-то заняться, писать картины и так далее. То есть, что-то, что-то включает ваш мозг, как вы узнаете, что вы стали умнее, если, если вы не делаете ничего, что поможет вам это понять. То есть, люди жут пироцетам, сидят на жопе и думают, блин, я не стал умнее, потому что я не хочу заниматься математикой. Здравствуйте. Как бы, ну вот, с чего бы вдруг, а ты попробуй займись математикой, и как бы, тогда у тебя может получиться, к тому же еще дофамин выделится из-за удовольствия, да, в процессе освоения нового материала, а это еще больше подстегнет тебя к выработке остилхолина и так далее. В общем, здесь все неоднозначно с ноотропами. Я, как человек, субъективно считаю, что все хорошо, и они реально работают, и правильно их применять. Вот, но, конечно, как в рамках этого нашего стрима я отмечаю, что эффективность ноотропов любых не доказана клинически. Нет испытаний, которые подтвердят их эффективность. Вот. Да, вот это вот я и хотел сказать. Спасибо большое, что напомнили мне про про эту такую очень угловатую и интересную с точки зрения подхода тему. Вот. Ну, на этом на этом я, пожалуй, откланяюсь. Спасибо большое, что пришли. Нас каждым разом все больше и больше. Это не может не радовать. Приводите своих друзей, приводите своих бабушек, дедушек, коллег. Для тех, кто первый раз на канале или там, допустим, второй, третий, напоминаю, сообщаю, что есть группа ВКонтакте, которая, внизу на которой есть ссылочка под стримом в окошке информация. В самом-самом внизу. Там можно вступить, там есть информация о грядущих стримах. По вторникам, четвергам, восемь вечера мы здесь сидим, обсуждаем всякие научные штуки. В остальные будни и дни преимущественно мы играем во всякую фигню. Сейчас мы в основном проходим Resident Evil 7. Ну как проходим? Я прохожу, надо мной все издеваются. Это тоже довольно забавно. Завтра, завтра постараюсь прийти пораньше, но ориентировочно 20 часов 30 минут, половину девятого начнем. Может быть, опоздаю, не знаю. За информацией просто следите, поэтому все будет написано, все будет написано, не переживайте. Вот. Поиграем, поражем. Выходные, скорее всего, ничего не будет. Вот. За сим отклониваюсь. Спасибо большое, что пришли. Заряжаю вас на как это называется-то? Здоровый скептицизм. И на Машковского. Пошурши шапочкой, хорошо. Спасибо за субтитры. Продолжение следует...